Ильхам Алиев Против России Азербайджан Устами своего президента Заявляет о том, что он в этом блоке Участвовать не будет Он подписывает договор С Путиным в Москве Это демонстрация Настоящей дружбы Настоящей союзнических отношений Настоящей человеческой порядочности Уверен, что Ильхам Алиев Поставил в известность, по крайней мере Президента Эрдогана И приехал в Москву Сведомо Эрдогана, или, по крайней мере Проведя с ним консультации какие-то Закрытые, естественно И Эрдоган не из выпуска новостей Узнал о визите Алиева в Москву И о подписании этого договора Это о чем нам говорит Меня тут многие спрашивают Про, какова позиция Турции. Это говорит о том, что Турция Поддерживает действия Азербайджана И вот этот треугольник, который Сложился в 2020 году Москва, Баку, Анкара Этот треугольник укрепляется И работает А уже блок Россия, Азербайджан, Турция Который я всецело приветствую Который я считаю Абсолютно правильным и историческим И который, я полагаю Может быть По-настоящему рабочим и действенным Это серьезная Альтернатива Западу Я вас уверяю Что Запад от договора Подписанного Ильхамом Алиевым С Владимиром Путиным в Москве Просто в шоке Они не знают, что им говорить И как им действовать Тем более, что мы видели Во время Карабахской Отечественной для азербайджанского Народа войны Запад поддерживал Армянскую сторону Открыто Практически ни одна Западная страна Не поддержала Азербайджан А Владимир Путин Ясно и четко сказал Карабах Это Азербайджан В самый разгар Тяжелейших боев В начале боев За Физули Он это сказал Тем самым Выбив почву Из-под армянского лобби Внутри России Из-под Сепаратистов Которые Обстреливали Ракетами Средней дальности Деньжун Я извиняюсь А российские Информационные агентства У нас упоминать Арцах тогда Долго еще будут? Или после этого пункта Маргарита Симоновна Симоньян И подчиненные Ей информационные ресурсы Перестанут Говорить О правительстве Арцаха О правительстве Нагорного Карабаха Поскольку с точки зрения Азербайджана Это прямая поддержка Сепаратистов А депутаты Государственной думы Милонов допустим Который туда ездит И там Встречается И говорит О варварах Диких Которые разрушают Христианские Святыни То есть Оказывает поддержку Сепаратистам Он перестанет Это делать? Будем считать Ладно, мы не Какие-то злобные Доносчики Мы в суды Не подаем Что вот до Вот этого указа То, что делал Милонов Это было его Как бы деятельностью А он сейчас Каких будет взглядов Придерживаться? В согласии С этими Высокими Договаривающимися сторонами То есть Путином Алиевым Или будет гнуть Свою линию Поддержки Арцаха Я за Семена Пегова Ничего не говорю Он журналист И общественный Деятель Это его личное дело Или Константин Федорович Затулин Который открыто Поддерживал Сепаратистов И продолжает Это делать Становясь Депутатом Госдумы И находясь В статусе Депутата Он У нас Обязуется Не поддерживать Сепаратистские Движения На территории Азербайджана Или по-прежнему Будет действовать В интересах Карабахских Сепаратистов А российские Миротворцы Будут пропускать По дороге Через Золочин На территорию Находящейся Под их контролем И благодаря Их контролю Там существуют Эти армянские Сепаратисты Парламентариев Из Франции И так далее Тем более Что видите Пункт договора Азербайджанская Сторона Высоко ценит Посредническую роль Российской Федерации В полном прекращении Огня и всех военных действий В регионе В ноябре 2020 года Это записано В российско-азербайджанском Договоре Там еще много Чего сказано Там много Сказано О транспортных Коридорах О лимитации Границ Там выражается Надежда на то Что армянская сторона Все это И армянская сторона В лице Пашиняна На всех парах Как говорится Идет к этой Новой конфигурации Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok